Белогорск Белогорск – один из передовых городов Амурской области. Здесь активно создают территорию опережающего развития, внедряют социальные проекты, строят важные объекты и делают свой любимый город лучше день за днем. Здесь возвели единственный в России завод по глубокой переработке сои и активно внедряют новые технологии. Здесь не принято хвастаться достижениями, но о некоторых из них мы сегодня расскажем. Сейчас мы, конечно, многие вещи делаем по инерции. Я ловлю себя на мысли, да и коллеги по работе, что-то там происходит где-то, подают как-то новшество какое-то. А мы это прошли уже 8-9 лет назад, уже как-то и забыли. Для нас это обыденно. У нас лозунг мы для себя придумали, что мы ранее считавшись невозможным, сделали привычным. Это действительно так. Если раньше нам говорили, вот это нельзя, там денег нет, у этого никак в жизни не получится, мы взяли да сделали. Взяли и сделали звучит, конечно, просто. Но сколько усилий пришлось приложить. Сначала менялось сознание местной власти, что работать можно по-другому. Менялось и самосознание жителей города. Спустя время Белогорск стал другим. За 10 лет жизнь не стоит на месте, она меняется. И вспоминая первые годы свои, первое, что мы сделали, это пересмотрели приоритеты в бюджете. И все освободившиеся деньги мы отправили на строительство. И тем самым мы, в общем-то, смогли удержать ситуацию в городе, ну и дать толчок для его развития. И, в принципе, жизнь показала, что мы оказались правы. Хотя решение было непростое, но тем не менее. Принимать смелые решения и брать за них ответственность, пожалуй, это отличительная черта местного самоуправления Белогорска. Председатель горсовета Виктория Грати уверена, что это именно так. И вот одной из составляющих успеха как раз и является взаимодействие между исполнительной и представительной ветвями власти. Когда мы выстраиваем диалог, когда мы слышим друг друга, а главное, когда мы помогаем друг другу, вот тогда что-то и получается. Что бы мы ни решали, какая-то глобальная проблема, какой-то глобальный вопрос общегородского уровня, или, может быть, это человек обратился со своей проблемой в главе ли, в администрацию ли, в городской совет. Вот когда есть взаимодействие и помощь, вот тогда и будет решение этой проблемы. А когда-то о непростых решениях сейчас говорят с легкостью, ведь все получилось. О том, какой ценой это далось, рассуждает не только нынешний градоначальник и те, кто руководил городом в разные периоды. Светлана Понасова приехала в Белогорск 50 лет назад и осталась навсегда. Возглавляла городскую администрацию в 90-е годы, время перестройки. Мы встретились с ней в городском парке, и это не случайно. Сложно представить, что когда-то он пустовал, был бесхозным и заброшенным. Сейчас тут отмечают праздники, встречаются с друзьями и проводят семейные выходные. Парк умирал. В 90-е была страшная картина, а в 2000 году мы взяли и возродили его. Ну, что значит взяли и возродили? У нас хватило совсем чуть-чуть денег на то, чтобы положить асфальт на дорожки, чтобы сделать стадион, чтобы привезти вот эти трибуны с Амур-Сельмаш, со стадиона, разырив его притом. Вот, и жизнь началась. Но, помимо всего прочего, надо было организовать рабочие места. Ведь самое страшное, тогда не было работы. Светлана Понасова до сих пор считает это место особенным. Рада, что за последние годы горпарк стал лучшим парком Амурской области. К слову, политику она так и не бросила. Продолжает работать на благо города, но теперь уже в качестве депутата горсовета. В этом году Светлану Ивановну наградили знаком за заслуги перед Белогорском. Владимир Сидоренко, почетный житель города, вспоминает свою историю. Приехал сюда еще школьником в 1968 году. Только представьте, его любви к родному городу уже полвека. Я очень помню, когда центральная улица была вся деревянная, или почти вся деревянная, понимаете. Потом был период, когда очень много строилось в городе домов, промышленных объектов. Потом наступила перестройка, город просто лег. И вот последние 10 лет, честно говоря, когда, ну просто я считаю, что наши власти начали обращать именно на благоустройство города. Все очень заметно изменилось. Ну, просто если посмотрим прекрасный стадион Амурсельмаш, или вот этот вот сквер один из трех, которые были сделаны в этом году. И обратите внимание, у нас здесь не бросают бумажки. Это и есть тот самый сквер, который долгое время оставался заброшенным. По решению главы Белогорска он стал одним из общественных пространств, которые привели в порядок в 2017-м в рамках программы формирования современной городской среды. На работу потратили 6 миллионов рублей. Теперь фонтан «Жемчужина» – достопримечательность Белогорска. Он выполнен из натурального розового гранита высотой почти 3 метра. Вообще, вопросам благоустройства здесь уделяют особое внимание освещение, тротуары, остановки, скамейки, урны, газоны и оформленные зеленые насаждения. То, к чему белогорцы уже привыкли. Меньшего даже не представляют. Например, даже цветники. Они у нас присутствовали практически только на площади нашего города. Всего мы высаживали только 30 тысяч корней цветов. На сегодняшний день мы высаживаем 110 тысяч корней цветов. Расширили площади до 2,5 тысяч квадратных метров. Также благоустроены на сегодняшний день у нас три замечательных сквера, где горожане могут с удовольствием отдохнуть, провести свое время. А это еще одна гордость Белогорска, которой могло бы и не быть. Наверное, единственный в Амурской области муниципальный объект таких масштабов – физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Солнечникова. ФОК, как его уже привыкли называть местные жители, практически готов. Здание в почти 10 тысяч квадратных метров начали возводить еще в 2010-м. Несколько лет его строили исключительно за счет местного бюджета. По идее, мы должны были объект сдать через 17 месяцев после начала его строительства. То есть нормативный срок строительства объекта – 17 месяцев. Но в связи с тем, что объект изначально не попал ни в областную, ни в федеральную программу, мы начали строительство объекта за счет собственных средств. Стройку не зря называют народной и не только потому, что сдача объекта в эксплуатацию ждет весь город. Дело в том, что белогорцы и сами активно участвуют и помогают родному городу достроить долгожданный спорткомплекс. В общей сложности на строительство направлено уже более 270 миллионов городских средств. Почти 8 миллионов – это добровольные пожертвования. Вносили их и предприниматели, и ветераны, и трудовые коллективы, и школьники. В новом ФОКе будут два бассейна – детский, взрослый, многофункциональный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал. Завершатся строительные работы 2 сентября. Откроется комплекс 7 ноября 2018 года. Чем дольше строится объект, тем он дороже как будто бы стоит. Но мы нашли в себе силы, пересчитали сметную стоимость, у нас стал объект стоить дешевле. И у нас на сегодняшней стадии надо приобретать мебель, оборудование немонтируемое, спортивное оборудование, компьютеры и всякая мелочевка. Но этой мелочевки всего-то навсего надо приобрести на 15 миллионов рублей. Где же городу взять деньги – вопрос, который с года в год мучает любого руководителя муниципального образования. Один из вариантов – налоговые поступления. Белогорске экономическое развитие – одно из приоритетных направлений, ведь именно здесь была создана первая в Амурской области территория, опережающая развитие. По итогам 2017 года она признана одной из лучших на Дальнем Востоке – якорный резидент, маслоэкстракционный завод. В прошлом году президент России Владимир Путин открыл наш завод, единственный в России, в Европе, по глубокой переработке сои. Ну и в общем-то мы ждем прорыва. Прорыв будет. Почему? Потому что в этом году правительство Российской Федерации подписало, а мы защистили, мы имеем в виду большой круглиц, защистили 883 миллиона на строительство подстанции. Потому что для развития территории нуждая электроэнергия. Ее, к сожалению, не хватает. Но вот деньги выделили, и теперь корпораты развития Дальнего Востока будут строить эту подстанцию. На маслоэкстракционном заводе «Амурский» будут получать соевый изолят. Это белок в чистом виде. На сегодняшний день реализована первая очередь в перспективе сдачи второй и третьей. Завод активно развивается, пользуется всеми преференциями, которые дает закон о территориях опережающего развития. Один из первых резидентов на территории Дальнего Востока завод оформил режим свободной таможенной зоны, что позволило резиденту сэкономить порядка 100 миллионов рублей на тех возных пошлинах, которые были на то оборудование, которое завозил завод себе. Сейчас в Белогорске пять резидентов территории опережающего развития. Общий объем инвестиций – 3 миллиарда рублей. Но у местных властей планы по развитию весьма амбициозные. Довести число участников ТОР до 10, причем до конца 2018 года. Это позволит сделать город еще более привлекательным для инвесторов, а значит получить дополнительные деньги от налогов, которые потом можно направить на развитие Белогорска. Пунктов в списке много – социальная, культурная и, конечно, сфера ЖКХ. Замглавы Александр Башун курирует все жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета. Говорит, проблемы, конечно, есть – это изношенность сетей и необходимость модернизации. Хотя то, что удалось сделать в этой сфере за последние годы – уже колоссальный прорыв. Я скажу так, что за 10 лет вначале было сложно. Сложно было это в первую очередь. Это отсутствие топлива, особенно мазут. То есть приходилось даже прям с колес завозить мазут и топить. На сегодняшний день могу сказать, что по последнему отопительному сезону у нас не было проблем ни с запасом нормативным, ни с прохождением отопительного сезона. Были небольшие сбои, но они устранялись в нормативный срок, потому что население это не почувствовало. Пока коммунальщики предотвращают сбои, местные жители предотвращают преступления. Дело в том, что в Белогорске уже несколько лет существует добровольная общественная дружина. Это обычные люди, которые помогают правоохранительным органам бороться с правонарушителями. Дружинники дежурят на массовых праздниках, проводят специальные рейды. В прошлом году, к слову, они смогли пресечь 259 нарушений и два преступления. У нас в бюджете муниципального образования заложены денежные средства на финансирование добровольных народных дружин. Если в 2015 году финансирование составило 250 тысяч рублей, то уже в 2017 объем финансирования составил 700 тысяч рублей. И также в 2018 году в бюджете города заложено 700 тысяч на осуществление деятельности данной дружины. Как я уже сказала, дружина участвовала и в муниципальном гранте. Они выиграли проект. У них есть уже нарукавные повязки. За счет небюджетных средств были сшиты с надписью «Добровольно народная дружина». У них есть удостоверение. А еще в Белогорске есть очень хорошая традиция – за рождение двойни вручать семьям 100 тысяч рублей, а тройни – и вовсе 3 миллиона. Не каждый муниципалитет решается на такое. Вообще, социальное направление тут всегда было в приоритете. Мне даже трудно перечислить, сколько проведено ремонтов, реконструкций, введено новых объектов. Это все сделано за 10 лет. Но, как всегда, нам этого мало. Поэтому мы хотим большего, мы хотим двигаться вперед. И надеемся, что до конца третьего срока нашего главы мы успеем еще сделать многое из того, что задумано. Сейчас белогорцев поздравит глава Белогорска Станислав Иванович Крыжановский, Республика Крым. От себя, от всего депутатского корпуса Белогорского городского совета Республики Крым Желаю вам, чтобы у всех были счастливы и улыбающиеся лица. С праздником братья! С днем рождения! Город бежевых людей! Спасибо! Спасибо! На 158-й день рождения города местные власти решили не приглашать именитых и, не секрет, очень дорогих людей. Выбрали популярную московскую кавер-группу «I Like». Мы больше не будем приглашать тех, кто поет под фонограмму, резюмировал со сцены Станислав Милюков. Потому что здесь любят, когда все по-настоящему, такой это город. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы года три назад посчитали, для того, чтобы, ну, условно, в кавычках, сделать там белогорский маленькую Швейцарию, да, нужен один миллиард долларов старыми. То есть, тогда это было, по-моему, 40 миллиардов рублей. Сейчас это получается там 60 с лишним. На 10 лет, грубо говоря, по 6 миллиардов, и город просто преобразится вообще. А вообще задача более, ну, это, конечно, из области фантастики, потому что никогда таких денег у нас не будет в ближайшей перспективе. Но ближайшая задача стратегически поставлена к 2025 году сделать бюджет Белогорской бездефицитным. То есть, уйти от дотации абсолютно. И, как я говорю, для того, чтобы ничего не делать, в Белогорске деньги есть. Но для того, чтобы что-то сделать людям, деньги нужно найти. И вот мы 10 лет занимаемся тем, что мы рисковываем деньги. И все эти деньги, которые мы находим, мы вкладываем обратно в город. Впереди еще более амбициозные проекты. Цифровизация Белогорска – один из них. Реализация проекта «Умный город» только началась. И с внедрением информационных технологий, уверен глава Белогорска Станислав Милюков, город справится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова